Здравствуйте дорогие экскурсанты! Продолжаем цикл экскурсии Павловского музея на стационарной выставке «Животный и растительный мир. Здравствуйте! Украина!» И сегодня мы с вами познакомимся с новым автоматом – это птица-чайка. Чайка – сильная птица размером с гуся. Длина ее около 70 см. Размах крыльев – до 170 см. По краю крыла белая кальма, кончики крыльев – тоже белые, спина и вверх крылья – темно-серые. У птиц зимой оперейки, на затылке – неяркие серые пятна. Чайки с большой легкостью приспосабливаются к окружающей среде и сами на нее воздействуют. Например, они усердные мусорщики, шумные, задели, стерлесины. Чайки пронут кобычу и подают яйца в птиц. Они способны нападать даже на 500 других чан. Чайки очень прожорливые. Порой, чтобы добраться до форма, они проявляют немалую безопытательность. Найдя без вотчатого груза, чайка взлетает повыше и ромяет раковину на камеру. И так до тех пор, пока раковина не разобьется. Чайки иногда становятся серьезной проблемой. Они угрожают выживанию других птиц, умещают взлетать с самолетом, пачкают здания. Чайки умеют строить гнезда практически везде, из любого материала. Им годится все. И трава, и перья, и веточки, обрывки сетей, консервные банки и также прочие мусоры. Как правило, самка сносит 2-3 яйца, насиживает кладку и самец, и самка около месяца. Если с яйцами что-то случается, и съедают другие чайки, или же просто смывает волной, то самка откладывает новое. Так она может делать до 3-4 раз, и это способствует выживанию вида. Новорожденные пенцы покрыты коричневым корчатым ухом, который служит им надежной маскировкой. Они остаются везде до тех пор, пока не научатся летать. Все это время их кормят родители. Однако из-за прожорливости собственных саудичей из десяти пенцов, как правило, выживало только двое. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ